Все, всем доброе утро, дорогие друзья, всем доброе, добрейшее утро, хеллоу, шалом, шавуатов, все, вот я настоящий Ицхак, а то же Итану пишет, что Ицхак, спасибо за урок, а он же Итан, есть комментарии, что он, Итан, проводит, а ему говорят, спасибо за урок, Ицхак, Диорни Нивня, шалом, все, у Диорни Нивня всегда первый, молодец, чтобы у него было всегда во всех хороших делах, чтобы он был первым, Виктор Кричков, Анджелина Руф, Светлана Макартычан, все отлично, Моша Комиссарук из Израиля, она смотрит, молодец, вот Моша Комиссарук, он знает, как Бог помогает, и как у него была тяжелая очень в жизни ситуация, как он своей верой начал учить Тору, пошел в Ешиву, и у него как все начало выруливаться, и дальше все только к лучшему и к лучшему будет, да, Бутер Тов, сейчас это он организатор тренинга в Израиле, приезжает Евгений Черняк, я, может быть, приеду тоже, ну не может быть, а собираюсь выступить, Алекс, подделка, Бутер Тов, все, всем Бутер Тов, доброе утро, и продолжаем изучать Тору, потому что человек живет в мире своих идей, и человек живет в мире даже не своих идей, а человек живет в мире идей, которые к нему в голову попали откуда-то, и если не заполнять свою голову Торой, то она заполнится чем-то другим, а что-то другое, это пустота и, ну, бессмыслица, да, поэтому без, как бы, бесполезность, поэтому Тора, как идеология, как подход к жизни, как подход к себе, это самая проверенная, самая такая мощная, самая сильная система, которая получена Мошей Рабену прямо от Бога, прямо в перте вот начинали, Мошей Тибель Тора Месинай, он получил Тору Месинай на горе Синай полностью, и он им передал Юшу, и так вот, из поколения в поколение, еврейский народ передает Тору, Тору, Тору передает из поколения в поколение, и нам повезло, что мы можем ее учить, изучать, и через Тору присоединяться к Богу, и присоединяться к вечности еврейского народа, который выживал в любых ситуациях, нету греков древних, нету римлян древних, нету вавилонян древних, нету эдиптян древних, вообще никого нету, а евреи были, есть и будут, пока существует мир, это очень интересно. Итак, значит, сегодня мы подошли к Мишне 15, четвертая глава, мы продолжаем изучать, двигаться безостановочно, потому что очень важно, очень важно, вот все там рывки, броски и так далее, они не дают долгосрочного эффекта, а вот когда ты, капля, которая капает на камень, делает дырку в камне, если человек, он системно, системно что-то вот учит, 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 повторяет, учит, повторяет, то оно начинает оказывать влияние на его жизнь. А если он, например, засеял семена цветов или растений, а потом за ними не ухаживает, они все вянут и сохнут и исчезают. Понятно, да? Поэтому самая главная системность, постоянство в изучении повторения. И говорил нам в 15 Мишне 4 главы, Раби Матья Бен Хараш, он говорил так, Аве Магдим Шалом Коля Дам, то есть говори шалом каждому человеку, то есть Магдим это говори первым шалом каждому человеку, то есть вот, например, вы видите кого-то, здрасте, 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 то есть нужно говорить шалом каждому человеку. Так он нам посоветовал, давайте разберемся потом, почему, как это работает. Аве Магдим Бешалом Коля Дам, не просто человеку, а каждому человеку. Теперь дальше, вот представим, вы, значит, говорите всем шалом, 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 и тут очень важный выбор. Дальше есть выбор, и он говорит так, Вот это вот очень интересный, он привел как бы две модели поведения, которые оказывают на людей очень большое влияние. Первое, это насколько ты уважаешь других людей, как это выразить в действии. Значит, если человек уважает других людей, и он сам является производителем, производителем добра, он сам является производителем позитивной энергии, которую он хочет наполнять мир, то это выражается в простом действии, когда ты первый говоришь шалом каждому человеку. То есть ты не ждешь, пока он тебе скажет шалом, а ты ему сам говоришь шалом, то есть ты в него вкладываешь вот это вот позитивное свое, свой позитивный вклад. Теперь, дальше какие-то люди этот вклад возвращают, какие-то люди его не возвращают, но ты становишься как бы производителем вот этого добра. И чем больше ты его производишь вокруг, тем больше в мире его становится, и тем больше оно возвращается. Я когда-то помню, вот я бегаю, ну бегаю кроссы по, на Труханом острове есть такое место, где бегают люди. И я вот прямо замечал, бегаешь, например, всем говоришь, привет, 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 улыбаешься, кто-то отвечает, кто-то не отвечает, но количество ответивших, например, там 70% из тех, кому ты сказал привет. То есть, например, если ты встречаешь 10 человек, то 7 человек тебе вернут улыбку, привет, там физкульт привет, кто-нибудь может вернуть и так далее. Если ты перво этого не делаешь, то есть тоже такие энтузиасты, которые привет, там улыбаются, все, но их будет 2. То есть можно 3, 3, значит, получается, в 3 раза можно увеличить количество позитивной энергии, которая на тебя направлена, то есть там здравствуйте, шалом, физкульт, привет. Это все позитивное направление, которое человек на вас направляет. И как нас учили наши мудрецы в Торе, что пусть не будет благословения даже простого человека легким в твоих глазах. Потому что когда люди желают чего-то, да, у них, у пожелания человека есть сила, сила влияния на реальность. И когда ты кому-то говоришь шалом, что было у тебя шалом в мире, в душе, там, в жизни, ты ему говоришь шалом, улыбаешься, и он тебе отвечает, и тебе пусть будет шалом, да, то в этот момент ты, как бы, на себя тоже получаешь благословение. Если интересно, когда благословляют луну, вначале каждый раз, вот, когда новая луна, да, есть Рушходыш, да, когда появляется новая луна. И после окончания субботы, вот в первую же субботу после появления новой луны, есть такая молитва специальная. Есть такая специальная молитва, когда благословляют новую луну, и там читают специальные такие формулировки, и там есть такое место, когда ты должен сказать двум, двум, получается, людям, трем людям, которые вокруг тебя, трем людям, ты должен им сказать шалом алейхем, а они тебе отвечают алейхем шалом, то есть ты ему говоришь шалом алейхем, то есть чтобы был шалом вообще само слово, это мир, это совершенность, это завершенность, это шалом, да, и ты когда говоришь шалом алейхем, мир на вас, а он тебе отвечает и на вас мир, то есть это прямо часть этой молитвы, то есть ты должен двум людям, двум людям это сказать, и двое тебе ответили. Хорошо, значит, с этим понятно. Мы знаем про великих наших мудрецов, Рабан Йоханан Бен Закай, про него написано в Талмуде, что не было человека, который успевал ему первый сказать шалом. Я учился у Равицка, Зильберзе, Хранат Сидикли, Враха. Я могу сказать точно, он более человека вежливого, улыбчивого, доброго к людям, который говорил всем первый шалом, ну то есть невозможно было найти. Он был как раз в этом, он был просто олимпийский чемпион. Чемпион мира, можно так сказать. Теперь дальше. Теперь вторая часть того, что нам сказал Раби Матя Бен Хараш. Он нам сказал, что будь хвостом для львов и не будь головой для лисиц. Значит, у человека есть потребность принадлежать какой-то организации, какой-то группе людей, то есть быть частью какой-то социальной группы. Это одна из потребностей, вот такой психолог Абрам Маслоу, он прямо ее ставил как одна из базовых потребностей человека. Принадлежать какой-то группе. Есть вторая потребность быть в этой группе, занять мне какое-то лидирующее положение. То есть это у человека прошивка такая, да, то есть он как бы хочет быть лучше, чем кто-то. Интересно, что царь Соломон сказал, что мы учили когда-то в Каэлите, что все даже хорошие дела сделаны из зависти человека перед ближним. Даже хорошие дела. То есть, например, царь Соломон, он построил храм, да, он думает, ну что за дела, каким-то там идолом они строят эти храмы. А Богу, создателю мира, хозяину мира, Богу, который самый вообще создатель всего и что, у него должен быть лучший храм, самый лучший храм, самый большой. То есть, даже такие вещи хорошие, они создаются, что человек хочет быть лучше, чем другие хорошие вещи. Или, например, есть такое выражение, кина цофрим, зависть мудрецов, зависть мудрецов, марбе хохма, она умножает мудрость, да. То есть, каждое качество, оно имеет свои плюсы, свои минусы. Теперь вопрос для простого человека. Вот, Раби, Раби Матя Бен Хараш, он советует каждому из нас, советует, это перте вот, получение отцов. Вот вопрос, вопрос огромный. Чем быть? Быть, присоединиться к какой-то группе людей, в которой ты будешь занимать нелидирующую позицию. Ты будешь учиться, ну вот, например, мудрецы какие-то, ты едешь, например, в Ешиву, я могу сейчас поехать в Ешиву, сесть там и учиться, да. Учиться у великих мудрецов, я там, мои знания в Торе, вот они, ну вот такие вот, там, вот окусенькие, да. И я буду учиться у мудрецов, я там буду никто и звать никак вообще. То есть, тут меня знают, что там, Искак Бентусевич, и особенно в Казахстане популярны. Казахи меня очень любят вообще, прям, сейчас я перелетел, вот только что я перелетел из Казахстана, прям в аэропорту, прям группами подходят фотографироваться, они очень любят фотографироваться. А в Ешиву я приезжаю, я там никто вообще, никто и ничто. И говорит мне Раби Матия Бен Хараш, лучше быть хвостом для львов. Львы это мудрецы Торы, это люди, которые поднялись именно в служении Богу в качеством. Лучше быть хвостом у них, чем главой у лисиц. Значит, по лисицам здесь комментаторы разошлись во мнениях, то есть, некоторые говорят, что лисицы это злодеи, а некоторые говорят, что лисицы это просто, ну, как бы меньше, чем львы, да, то есть, они тоже хорошие люди. То есть, так что лучше, обучать или учиться? Быть, например, поехать работать в компанию в какую-нибудь там, ну, в которой ты будешь занимать какую-то маленькую позицию, но ты будешь работать большой компанией, или же быть главой, но в маленькой компании. Сказал Раби Матия Бен Хараш, что лучше быть хвостом у львов. Здесь очень интересно, то есть, что значит лучше? Вот, хорошо, что значит лучше? Вот человек, например, сейчас стал, Зеленский стал президентом, да, он стал президентом. Ему сейчас хорошо, ему очень сложно, ему реально очень сложно. Ему приходится принимать конкретно судьбоносные глобальные решения, которые касаются жизни миллионов людей. На нем сейчас ответственность, если он делает что-то не так, скажут евреи виноваты. То есть, когда ты становишься главой, то ответственность и тяжесть, которая на тебя давит, она намного превышает то, что чувствует человек, который идет за кем-то. То есть, когда ты идешь за кем-то, то тогда тебе, в принципе, ну, по большому счету, вот меня иногда спрашивают разные вопросы по закону, там, по аллахе, как правильно поступить. Я говорю, я не отвечаю на такие вопросы вообще никогда. Идите к раввину. Есть раввины, у которых есть то, что называется смеха, то есть, у них есть право устанавливать закон, да, как говорит Шохонорух. Если он тебе скажет, что делать, это его ответственность. То есть, ты в этом случае пришел и говоришь, мне Бог сказал идти к мудрецам советоваться. Вот ты, значит, с бородой, в шляпе, ты мудрец, ты раввин, значит, ну, то есть, я говорю про настоящих раввинов. Пожалуйста, посоветуйте мне, что делать. И тогда, если ты делаешь то, что он тебе посоветовал, какой бы ни был результат, что бы ни получилось, перед Богом ты действуешь правильно. То есть, если ты сам себе начинаешь выдумывать, как действовать, то это уже тогда на тебя ответственность. Интересно, что я когда-то учил, мы сейчас приближаемся к Роша Шана. Роша Шана, и когда, значит, это будет суд. Суд над всем миром, суд над всеми евреями, над неевреями, над всем миром, над всем мирозданием. Проходит этап то, что называется оценка-переоценка и установка какого-то на будущий год какой-то программы. В этот момент учитываются действия человека и его намерения. Намерения, что он собирается делать. То есть, это идет как бы, как Бог знает, что, какой дать суд человеку. Он его как бы просвечивает изнутри. И он его просвечивает, все его поступки, потому что они у него в памяти, у человека же. И у человека же, у него же в голове его намерения, куда он собирается двигаться. И вот Раф Деслер говорит, что есть два дня. Роша Шана длится два дня. И там по книгам по Кабале, что первый суд, первый день это суд строгий. Второй день суд мягкий. И вот в этот строгий суд, в первый день, судят лидеров, судят праведников, которые, лидеры народа, которые говорят другим, как делать. Их судят очень жестко, потому что, когда ты говоришь другим, как делать, то тогда на тебе ответственность за этих людей. И вот в первый день, он говорит, судят тех лидеров, которые устанавливают. Ну, например, там на сегодняшний день весь иудаизм, если мы возьмем как религиозный, да, ортодоксальный иудаизм, он двигается. Есть хасиды, есть мир ешив, есть сфарадив, да, ну, восточные общины. Есть то, что называется кипот строго, да, последователи Рава Кука, да, вязаные типы. И ведь, ну, никто же из них не выдумывает, что делать. Были лидеры, и есть лидеры, которые говорят, надо делать так. И народ идет за лидерами. Но если ты идешь за лидером, то тогда лучше быть, это то, что сказал Раби Матья Вен Хараш, лучше быть хвостом у львов, ну, у настоящих львов, чем быть головой у лисиц. Когда ты себя пытаешься сделать лидером сам, ну, здесь речь идет о религиозном, то есть основное здесь это взаимоотношение с Богом и та идеологическая система, духовная система, взаимоотношение с Богом, в которой живет религиозный человек. Я уверен, что все люди, которые слушают этот урок, они, ну, изначально есть базовая такая, базовая установка, что есть Бог-создатель мира, хозяин мира, он дал Тору, он миром управляет, и этот Бог-создатель мира, он, создав первого человека, создав заповеди, дальше он хочет от нас, от нас в первую очередь от евреев, потому что евреи это народ священников, и народ священников, рабы Бога, сыновья Бога, священники, святой народ, то есть на евреях есть огромная ответственность выполнять огромное количество заповедей, пожеланий Бога, и от каждого человека Бог хочет, чтобы каждый человек, как все мы потомки Адам решено, первого человека, чтобы каждый человек вернулся к Богу и поднялся на ступень первого человека до греха. Что значит ступень первого человека до греха? Это ступень, когда у него был прямой контакт с Богом, и он делал все, что Бог ему говорил делать, то есть он не нарушал волю Бога, и это та цель, которой двигается человек, изучая духовные законы Торы. Так, теперь сказал нам, в этом смысле надо понимать то, что сказал рабе Матия Бен Хараш. Он сказал, будь хвостом у львов, выбери себе раввина, у которого ты учишься, выбери себе систему, по которой ты идешь, и тогда у тебя будет очень простой, понятный ответ на небе. Я шел, потому что там Любавич Тиребе мне сказал, вот у меня есть книжка, видите, вот комментарии на перте, вот Любавич Тиребе, вот все. То есть я, например, если я что-то говорю, то я говорю или как Любавич Тиребе, или как Рамбам, или как Раши, или как Великие Мудрецы. Понятно, да, идея? Значит, лучше быть хвостом у львов, чем головой у лисиц. А есть люди, которые придумывают, есть сейчас такая секта, секта, в общем, одна из самых известных и больших сект в мире, называется Реуэлиты, Реуэлиты. Значит, какой-то Реуэл, его зовут, основатель этой секты, он собрал последователей, 250 тысяч человек у него последователей, и сказал, со мной вышли на контакт инопланетяне. Главного инопланетянина, который сотворил мир, зовут Ашем, Бог, ну то есть. А его посланцы, их зовут Элоим, это как ангелы, да? Но он сказал, что это имена инопланетян. И они со мной разговаривают, и он сказал, теперь я главный, все идет через меня. Значит, он взял просто, прочитал так поверхностно Тору и сделал свою систему, в которой он на вершине этой пирамиды, 250 тысяч человек несут ему деньги и выполняют его какие-то указания, да? Это признанно одной из самых деструктивных сект современности. Так вот, таким не надо быть, не будьте таким, как он, не выдумывайте свою Тору, не выдумывайте свою систему. Но лучше возьмите то, что работает, и качественно от всей души это выполняйте. Все, вот такой у нас план на сегодня. С Божьей помощью выполнять все заповеди, которые мы знаем, идти по какой-то конкретной системе, прям конкретной системе, пускай вот будет какой-то раввин, как мы уже учили в первой главе. Дважды нам сказали два разных мудреца, один сказал, это был, значит, один нам сказал, рабе Ешоа бен Прахья, он сказал, Асэлэхарав, сделай себе рав, и Кнэлэхахавэр, приобрети себе друга, и Авэданит Коляадамникавсхуд, суди каждого с хорошей стороны. И Рабан Гамлиэль нам сказал, что Асэлэхарав, сделай себе рава, Вэйсталэк Минасафэк, и уйди от сомнения. Я вам советую, если вы в Тиеве, есть очень хороший раввин, я к нему хожу, советоваться рав Пинкас Вышецкий, я к нему хожу, вот это раввин, раввин настоящий, задаю ему вопросы, он вот у него на любой вопрос есть ответ, история, да. В вашем городе обязательно есть раввин, придите к раввину и скажите, вот, в первой главе, сделай себе рава, вот я вас делаю своим равом, вот как вы мне посоветуете, так я и буду делать. Все, и тогда у вас перед Богом вы чисты, то есть если вы делаете то, что советует рав, ответственность на нем. Все, удачи, успехов, и с Божьей помощью, чтобы было у всех все хорошо, здоровья, счастья, успехов, богатства, гармонии, и выполнение всех заповедей. Выполнение всех заповедей, вот моя дочь, которая тоже... До свидания. Да, все слушает. Все, всем удачи, успехов, пока. Напишите, пожалуйста, свои выводы, и поделитесь своими выводами с окружением. Значит, три вывода напишите из этого урока, какой вы для себя сделали вывод. Пожалуйста. Значит, какой вы для себя сделали вывод, хотя бы один вывод, напишите в комментариях. Все, всем пока. Пока.